Значит, на наши природные ресурсы и вытекающие из этого возможности суверенитета научно-промышленно-технологического, соответственно, оборонного, было осуществлено последовательно три атаки. Первое – соглашение о разделе продукции, атака, которая была удивительным, чудесным образом отбита, здесь это описано. Я не все рассказал, там было продолжение этих битв. Второе – это Европейская энергетическая хартия. Путин решился заявить о том, что она не в наших интересах, только в году 2003. А еще в 1997 мы давали заключение, счетная палата, что это не в интересах России, и тогдашняя преимущественно Левая Дума категорически отказалась ратифицировать. В начале 2000-х годов, к счастью, была какая-то заминка, а затем, в конце концов, пришли к выводу, уже и даже исполнительная власть пришла к выводу, что это не в интересах России, где под интересами России понимаются не только интересы России, но и интересы конкретно Газпрома. Третья атака – это вступление во Всемирную торговую организацию. Вы меня спросите, а в чем здесь дело? Ведь природные ресурсы напрямую не подпадают под условия. Да, природные ресурсы напрямую не подпадают. А вот заказы на оборудование подпадают. Услуги, тот самый нефтегазовый сервис, подпадают полностью. И нам здесь надо понимать, в чем разница между нами и Китаем. Разница не только в том, что Китай в рейтинге глобальной конкурентоспособности, даже не заглядывая в рейтинги, чрезвычайно высоко. А мы низко. Разница в том, что Китай, являясь поставщиком на мировой рынок редкоземельных металлов, полностью на 95% на переговорах в вступлении в ВТО защитил сферу геофизики. Геофизические услуги, это называется. Этим самым Китай обеспечивает полный национальный контроль за своими природными ресурсами. Россия, являясь энергетической державой, в кавычках, вопрос об этой услуге, о нефтегазовом сервисе, в частности, на переговорах вообще не поставила. С моей точки зрения, это трагедия. Потому что, как известно, наука может быть только там, где есть спрос на нее со стороны реального производства. Там, где спроса нет, есть отдельные самоделкины, отдельные кулибины, но не может быть системной науки. Системная наука перемещается туда, где есть производство. Значит, корпорации, контролирующие нефтегазовый сервис, контролирующие услуги, идут на тельные рынки всегда совместно со своими национальными поставщиками оборудования. Более того, они управляют миром через такой инструмент, как стандарты. Американские стандарты, по которым работают эти корпорации, требуют, чтобы шов на трубе был не вот такой, а вот такой. А его делает именно вот такая корпорация, находящаяся где-нибудь в США. В лучшем случае в Канаде. Это одна сторона вопроса. И вторая сторона вопроса. Есть и снятие прямого административного ограничителя, который был заложен в закон о соглашении о разделе продукции в ходе нашей согласительной комиссии. Значит, в ходе согласительной комиссии мы записали, что устанавливаются требования, там точно формулок можно посмотреть, по протекции российскому производителю оборудования. А затем, в 1997 году, если не ошибаюсь, Дума внесла конкретную норму, что не менее 70% оборудования и услуг для развития, для разведки, добычи, транспортировки, переработки наших природных ресурсов должно производиться на российской территории. Породоз заключался в том, что эта норма касалась закона о соглашении о разделе продукции, но не касается разработки наших недр по обычному лицензионному механизму. И, соответственно, ни «Газпром», ни «Лукойл» никто не обязывает делать заказы нашим производителям. Так вот, мало кто знает, что со вступлением в ВТО эта норма просто перестала действовать. В закон заранее ввели оговорку, что при вступлении в ВТО вот это требование прямой протекции российскому производителю перестает действовать. Вот свет из белого не стал черным, ничего не изменилось. Мы также идем в кафе, пьем чай, учимся, живем. Мы не можем осознать, что изменилось. А изменилось радикально. Здесь возвращаемся к суверенитету. Кроме нефтегазового сервиса, кроме природных ресурсов, кроме промышленности. Есть общий фон, а есть вопрос о суверенитете. Время-то к общему фону. Я уже сказал, что оборонная промышленность не может держаться на заказах только военных, бюджетных и даже на экспортных заказах. Не может. Нужен общий фон. Значит, общий фон будет неукоснительно снижаться, падать. По той простой причине, что в условиях глобального сжатия мирового спроса никто не будет ставить 15-й завод по производству чего-нибудь в России, если 14-й уже существует, а для покрытия всех потребностей мирового рынка достаточно 9-ти. Ну, просто полный абсурд. То есть заставить невозможно. Заставить можно только создав самостоятельный, цельный, самодостаточный субъект российской экономики. В рамках той единой мировой экономики, которую нас загнали через механизмы ВТО, никто этот завод здесь ставить не будет. Соответственно, что бы мы ни говорили о проблемах образования, как сделать труд инженера достойным, сколько ему платить, это все полный бред. Значит, образование, хочешь не хочешь, идет вслед за целями, поставленными перед развитием национальной экономики. Если есть спрос промышленности, возникнут инженеры. Если спроса промышленности нет, в лучшем случае инженеры будут выпущены, но уедут за границу. Образование и наука уходят оттуда, где нет производства. Но возвращаемся именно к суверенитету. Предположим, я не прав. Вот допустим, все, что я вам говорил, могу ли заблуждаться? Я все-таки старенький, вы молоденькие, вы можете видеть мир. Иначе я заблуждаюсь. Но я ведь не зря вас спросил, а зачем вам право самим установить стандарты образования для себя? Вы полагаете, что вы для себя это сделаете лучше. Так вот, вопрос вступления в ВТО, это вопрос частичного отказа России от своего суверенитета в ряде вопросов, являющихся ключевыми инструментами экономической политики государства. В частности, смотрите, в конституции, таможенное регулирование. Это предмет ведения Российской Федерации. Мы предмет ведения Российской Федерации передали некой иной организации, я уж не говорю, что созданной в свое время без нас, вопреки нам и даже против нас. В 49-м году. Затем она преобразовалась в ВТО. Вопрос для правоведов. Можно передавать вопросы ведения Российской Федерации кому-нибудь? Конституция позволяет? Нет. Так, стоп, двойка, двойка. Молчите. Еще раз. Задумались. Можно ли передавать предметы ведения Российской Федерации кому-нибудь по конституции? Конституция позволяет? Нет. Не, 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 не. Это вы говорите о практике. Это межгосударственные объединения. Межгосударственные объединения. Значит, можно передавать, есть конкретная статья Конституции, полюбопытствуйте, позволяющая передавать полномочия Российской Федерации межгосударственным объединением. Является ли ВТО межгосударственным объединением? Вопрос для правоведов. Это спорно. Это спорно. Но если когда-нибудь удастся доказать, что не является, то это путь к выходу. А зачем такой сложный путь к выходу? Ну, вы знаете старый анекдот. Вход бесплатный, выход платный. Вы знаете. ВТО – это именно такая организация. Ведь каков задуманный механизм? Механизм таков. Вы входите, раскрываете свои рынки. Затем вы решили, что это не ваших интересов. У вас власть сменилась. Другая власть хочет проводить другую политику. Она закрывает рынок от ввоза, например, американских самолетов. Будем свои производить. Что позволяет сделать ВТО в этом случае? ВТО позволяет американской корпорации предъявить нам иск на весь объем ущерба, который понесет корпорация Boeing от непоставки нам самолетов. Причем этот иск они имеют право нам равно предъявить. В случае, если мы просто закрываем границы и обосновываем тем, что так надо, или мы выходим из ВТО, мы говорим, мы не хотим больше иметь к вам дело. Мы выходим. Нет. Мы обязаны покрыть ущербы всем, кто их понесет, ввиду того, что мы в одностороннем порядке изменили условия своей внешней торговой деятельности. Это полнейшая кабала. Сразу возникает вопрос, а можно ли из этой кабалы выбраться? В каких случаях можно из нее выбраться? Это интересный вопрос. Я обращаю ваше внимание, особенно тех, кто изучает, у вас же ВУЗ высоковинктуальный, в том числе языковой. С немецким языком, ребята, поднимите руки. С ними отлично. Посмотрите решение последнего конституционного суда, последнее решение конституционного суда Германии, касающееся взаимоотношений с Европейским Союзом. Кстати, до того, как посмотрите, а что вы знаете об этом решении, что вы слышали из новостей? Знаете уже что-то, нет? В чем была суть вопроса? Суть вопроса в новостях подавалась так, должна ли Германия кормить всех? Обязана ли Германия кормить всех? Каково решение конституционного суда? Если судить по новостям, все хорошо, обязано. Соглашение подписали, все, деваться некуда, будете и дальше. Ребята и девочки, посмотрите сами. В оригинальном немецком языке интереснейшее решение. Это решение говорит, что да, вроде как обязан, но там целый ряд оговорок, что, во-первых, нет и не может быть никакой необратимости в этих вопросах, суверенитет государства выше. Это прецедент, это интересный международный прецедент. Если суверенитет государства выше для Германии, то он когда-то может и должен стать выше и для России, в том числе в вопросе ВТО. Второе. Они говорят о том, что не должно быть никакой кабальности в механизмах. И третье, что необратимость, не кабальность. И третье, они говорят о том, что не должно быть никакой секретности. Секретности в решениях. Не должно быть такого, что от нашего представительного органа, от парламента, что-то в секрете. Вы там вот решаете за нас. Это важные прецеденты, потому что на ВТО это все можно пытаться распространить. Не должно быть кабальности, не должно быть секретности. А примерно к ВТО, я уж не говорю о том, что в наш парламент не вносился весь пакет документов. Вы весь пакет документов, даже если очень захотите получить, никак не сможете. Обращаю ваше внимание, зайдите сами на сайт ВТО. Не наш здесь в России, про, за, против. На сайт ВТО официальный. Вы найдете там какие-то документы. Вы найдете там приписку. Это не аутентичные тексты. Зачем сделан этот приписок, как вы думаете? Потому что часть секретных потоков. Раз. Второе. Для того, чтобы вы, умные, талантливые, замечательные, не могли быстро стать юристами, защищающими интересы России в вопросах, например, ВТО. Вы не сможете, у вас нет доступа к текстам. А тексты хранятся где-то в Женеве. На эти тексты, вот вы здесь будете работать, знаете, как сейчас ведь в мире все, может, дистанционный офис. Казалось бы, вы можете работать здесь, все подготовить, направить, запрос, все хорошо. Нет. Вы даже не можете на эти тексты ссылаться. Вы должны поехать в Женеву. Вы должны там получить доступ к аутентичным текстам. Я уж не говорю о том, сколько десятков лет уйдет у тех, кто не участвовал в конструировании этой системы, на то, чтобы разобраться хотя бы приблизительно близко к тому, как разобрались те, кто непосредственно конструировали эту систему и, соответственно, закладывали туда всякие мины и подводные камни. Чтобы не быть голословным, 31 мая, еще до ратификации, здесь была международная конференция по ВТО. Там выступал парень-африканист. Он привел факт. За 17 лет существования в ВТО ни одна африканская страна не смогла подать иск в суд в ВТО. Интересно? Включая Южную Африку даже. А потому что столь сложны, запутаны процедуры, что тех, кто их конструировали, могут воспользоваться. Поэтому африканские страны постоянно являются ответчиками в суде ВТО против самых богатых европейских стран и США. Значит, быстро ли Россия догонит? Интересно.